В Волгоградской области будет создан общественный совет по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщил глава региона на сегодняшнем заседании правительства. Положительное заключение госэкспертизы на проект стадиона получено. Все недостатки, а первоначальные эксперты высказали почти 40 замечаний к документации, устранены. Светлана Олегбарова продолжит. Акт подписан, печать ускреплен. Помощник губернатора докладывает Андрею Бучерову об окончательном согласовании проекта стадиона к Чемпионату мира. Утверждена и схема планировки территорий будущей застройки. Она охватит Краснооктябрьский и центральные районы Волгограда. Вышло распоряжение от 15 августа, подписанное Медведевым, которое утверждено. Мы его несколько раз вносили коррективы, всевозможные, но в конечном итоге подписали то, что нужно для развития города Волгограда, в первую очередь, и, естественно, связанное со строительством стадиона. Вы планируете совещание с генподрядчиком по этому вопросу? И что я попрошу, Василий Иванович, ко мне уже обращались представители общественных организаций, создать общественный совет по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу. Поэтому, Василий Иванович, я прошу, встречайтесь с нашими представителями общественности, формируйте такой совет, давайте предложение, и после этого будем продолжать работу по подготовке к Чемпионату мира. Осенью начнется снос центрального стадиона. Перечень предварительных работ согласован с Минстроем. А вот со строительством соцобъектов на территориях, пострадавших четыре года назад от пожаров, есть серьезные проблемы. Несмотря на солидный срок и обещания властей, жители поселений в Котовском, Жирновском, Руднянском и Камышинском районах до сих пор ждут детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, клубов. Свои обязательства не выполнил подрядчик. Готовность строек от 5 до 45 процентов. Работы там были заморожены, а потому сегодня многие здания требуют усиления фундамента, устранения допущенного брака и поправок в проект. Андрей Бочаров распорядился провести ревизию всех объектов и по каждому составить план дальнейших действий. Первым решится судьба ФАПа в станице Лапшинской. Его, наконец-то, удалось достроить. Другой важный блок вопросов, рассмотренных на заседании правительства, касался поддержки сельхозтоваропроизводителей. В ходе недавней встречи с президентом Владимиром Путиным Андрей Бочаров сообщил, что областные власти увеличат объемы помощи, в том числе окажут содействие в расширении рынков сбыта. Одно из направлений – сотрудничество местных поставщиков с социальными учреждениями и развитие в регионе перерабатывающих производств. «Всё ту продукцию, которая производится в личных подсобных хозяйствах, мы её должны донести до наших социальных учреждений, до наших торговых прилавков качественно и сертифицированно. Потому что не секрет, все знают, что качественная продукция очень хорошая производится в наших сельхозтоваропроизводителях. Но на сегодняшний момент необходимо помочь им для того, чтобы сделать первичную переработку, подготовить её для реализации её на прилавках». Для этого тем производителям, которые занимаются созданием современных складских помещений и логистических центров, из областного бюджета будут выделяться субсидии. Это позволит региону нарастить мощности по хранению овощей и тем самым обеспечить поставки в школы, детские сады и больницы местной, качественной и свежей продукции.